Удивительно, ведь по идее эти самые украинцы, их же деды-прадеды вот в абсолютном большинстве по ту же самую сторону линии фронта были, а что же с их внуками-правнуками-то приключилось? Я понимаю, что вопрос такой вот дурацкий, но его невозможно не задать. В чем корень-то этого озверения нечеловеческого? В том, что люди сформировали сами себя, свою идентичность на отрицании всего москальского. Это жуткая девиация, потому что в корне этого лежит то, что они отрицают сами себя, и поэтому их уже нельзя рассматривать как людей с полноценной нравственностью и вообще нормальным аппаратом мышления. Поэтому, конечно, там давным-давно мне было понятно еще, когда я придумал этот термин криптобандеровцы, что там никого не надо освобождать. Там надо забрать свое и сделать так, чтобы они даже думать боялись дышать плохо в сторону России. Вот и все. А что ты имеешь в виду забрать свое? А где вот заканчивает свое, а где не свое? Киев, как минимум, да, он ни в коем случае не должен остаться. А дальше посмотрим, насколько мы им устроим красивую жизнь и насколько они захотят опять в очередной раз пересмотреть свою идентичность. Но я боюсь, что в нашем рыхлом государстве, идеологически рыхлом, в котором четко не обозначены наши национальные цели, все это будет впустую. Они нас опять обманут. Вот как обманули даже хитрых, умных и злых большевиков, да, построив свою украинскую идентичность. То есть, по сути, основной конструкт был создан именно во времена советской власти, да, которая яростно боролась там с мелкобуржуазным национализмом и всеми его проявлениями. В то же время, как бы, украинская нация умудрилась сформироваться в таких условиях. И еще как, да, вот до сих пор пожинаем прямо сейчас. Вот. Так что, ну, не знаю, у меня нет хорошего прогноза.